Из интересного, мы поздравляем ещё одного человека сегодня, мой добрый друг, в прямом смысле этого слова, и старинный знакомый, Авигдор Либерман, Ивет Либерман, лидер партии «Наш дом – Израиль». Ничего не напоминает? У нас раньше была «Наш дом – Россия», да? Правильно. Рожки домиком держал черном эрден. Вот есть такая партия, в основном русскоязычная. Он, конечно, договорился о вхождении его партии в коалицию правительственную. Его бывший и нынешний соратник займёт позицию тоже русскоязычный политик с сильной биографией министра абсурдции Софья Ландвер. Он, похоже, договорился по поводу пенсионной реформы, в рамках чего русскоязычные пенсионеры, ждавшие этого, вообще-то говоря, два с половиной десятка лет, наконец-то получат то, что давно заслужили. А он получает, что очень важно, пост министра обороны. Один из ключевых данных. Он давно требовал поста министра обороны. В прошлом правительстве, где он присутствовал в той же коалиции с тем же премьером, он его не получил, и получил только пост министра иностранных дел. А это хуже? Ну, министр обороны – это более влиятельные фигуры. А подумайте сами. Министр обороны, он чем занимается? Он контролирует военные действия, а в Израиле он ещё и контролирует территории. Вот всё, что происходит в Иудее и Самарии – это министр обороны. Без министра обороны там ни один дом не построят, там ни один огород не разобьёт. Это отдано в ведение Минобороны. Точка. А министр иностранных дел – фигурка, конечно, влиятельная, но он чем занимается? Говорит. Ага. Вот так вы это видите. А вы бюджеты сравните. Ну, я согласен. А вы кадры сравните. А вы реальные возможности сравните. И функции. Да, есть начальник генерального штаба, и это серьёзно. Есть, разумеется, много чего, но министр обороны – это важно. Не всегда министр обороны Израиля бывают военные, скорее, это редко. Политический назначенец – это, как правило, фигура на любом израильском министерстве. Но Либерман всегда был, остается тяжеловесом. Вот это такой бульдозер, который катится на самом деле и разравнивает на своём пути то, чего надо разравнивать. У него не остаётся нерешённых проблем, он очень эффективный менеджер. Собственно говоря, вот таким же эффективным на любом причём министерстве, неважно, инфраструктуру он его тоже возглавлял или каком угодно. Был Шарон, Арель Шарон, которого умудрился стать вообще-то премьер-министром. Для Либермана, несмотря на то, что у него в партии шесть пока человек, это вообще-то прямая дорога к карьере премьера. У него, получается, лекторат, это репетрианты из Советского Союза. В основном. Да. У него, разумеется, есть и нерусскоязычный, и на последних выборах у него партия была раза в два больше, но по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», не ты ни ягу, премьер-министр Израиля, сделал всё возможное, чтобы его партию разгромить. На вопрос, там были инициированы безумные расследования перед выборами по поводу соратников Либермана, депутатов КНЕС, это парламента Израиля, его дочки. Причём, ну что такое израильское полицейское расследование? Тебя сначала арестуют превентивно, а потом ты, конечно, можешь рассказать и доказать, что ты не виноват. Или не можешь, но карьеру тебе испортят. Потому что израильская политическая система – это такой террариум единомышленников, тут тоже не надо каких-то светлых иллюзий на тему того, что евреи – все братья, кроме тех, которые сёстры. Но вот вы поздравляете его, да? В этом братстве, да. Потому что усиление Либермана… Я поздравляю его, потому что я с ним дружу. А кроме того… Я вообще с людьми общаюсь по-человечески. Вы очень дружелюбный человек, вы постоянно об этом говорите. Нет, я что могу сделать, но… Да. Усиление его выгодно для России? Его усиление даёт России русскоязычного министра иностранных дел, который в великолепных отношениях… Министра обороны. Действующий… Прошу прощения, министра обороны, который в отличных отношениях с действующим президентом России, с которым он много раз встречался. Не забудем, что именно Либерман приехал поздравлять Путина после выборов, когда только ленивый во всём мире нас не ругал. Пауза на новости. 5.5.3.3.Вести. Дело в том, вернёмся к нашим Матонам и в данном случае к ситуации с изменением внутриизраильской правящей коалиции, что у нас бывает ситуация, когда мы страшно ждём какого-нибудь политика на ту или другой позиции, а потом хватаемся за голову и говорим, господи, лучше бы его там не было. Пример украинский президент, экс-президент Янукович. Мы в него очень верили, да. Мы в него, может, и не верили, но некоторые существенные, чтобы не сказать, ключевые фигуры российской политики действительно в него верили. А оказалось то, что оказалось. И тут уже ничего не сделаешь. Так вот, лучше бы этого не было. А вот в случае с Либерманом, у нас есть тесное сотрудничество с Российской Федерацией, когда он был министром иностранных дел и во все времена, он действительно понимает, что весь бред направленный против России, санкции, обвинения в том или в этом, шельмование, наш диалог с Пентагоном – это не есть полезно. Значит ли это, что он мгновенно разорвёт отношения с блоком НАТО, пошлёт подальше Соединённые Штаты, и Израиль перейдёт на стандарты вооружений российские? Под калибр 7,62 автомат Калашникова и вперёд. То есть, вы сейчас идеальный вариант писали? Нет, это не идеальный вариант, это бредовый вариант, потому что такого не бывает, и на самом деле этого ждать бессмысленно. А вот то, что мы не будем иметь никаких не то же проблем, но даже и намёка на проблемы с израильтянами, в том числе в Сирии, а это очень серьёзно, это есть факт. У нас и с прошлым руководством Министерства обороны, благодаря наличию премьер-министра Нетаниягу Израильского Министерства обороны было всё достаточно хорошо. К огромному изумлению внешних наблюдателей, кстати, к немалому изумлению, по-моему, и наших собственных военных, которые, ну так, готовились к разному. И вдруг оказалось, что наш брат-союзник, крупнейший деловой партнёр, едва ли не опора в регионе Турции, и не брат нам совсем. И не партнёр. И не партнёр. И не опора. Да уж, какая опора, да. Как почка, да. Спасибо Эрдогану за всё, за наше счастливое детство. А вот с Израилем, который традиционно мы шпыняли после разрыва ДИП-отношений в 1967 году, там два с половиной десятка лет всячески помогали в военном плане его противникам региональным. И оружием их нафаршировывали, и военнослужащими, военными советниками, и на фронте было множество против Израиля воевавших советских военнослужащих, и всё ничего. Причём и до этого было всё сложнее, потому что и в 1956 году, мягко говоря, не очень-то, хотя уже был Никита Сергеевич Хрущёв, были отношения, и Сталин их умудрялся сразу после, почти сразу после установления, разрывать после дела Сланского, расстрела главой Компартии Чехословакии, там много было никаких проблем в Сирии. Выясняется, что если есть какие-то шероховатости, тут же их можно разрешить. Что называется, спокойно поворачиваемся друг к другу спиной, не ожидая, что тебе в эту спину ножик засадят, как произошло с Турцией по нашему истребителю-бомбардировщику. А вот здесь нормально, но с Либерманом-то сильно легче. Вообще, гораздо легче договориться с министром, который говорит по-русски. Понятно, что он будет придерживаться, ну, скажем так, баланса, как минимум, высказывания в отношении Украины, хотя бы потому, что он сам родом из Молдавии, и регион он знает хорошо, и не могут израильтяне выбирать между русским и украинским национализмами, при том, что украинский бандеровский, а русский имперский, и это две большие разницы. Империя, в ней есть масса минусов, только она и есть империя, нормальная форма существования крупного государства. И там нет национальности, они там не учитываются. Ну, скажем, они есть, но иногда они ранжируются, но большая страна существует только в такой форме. А вот то, что мы имеем на отколовшейся национальной окраине под названием Украина, это, к сожалению, национализм фашистского типа. Он доминирует в агрессивной группе, которая держит и Порошенко за ноги, за руки, и к ней принадлежал бывший премьер Яценюк, и масса разных персонажей от Коломойского бывшего губернатора Днепропетровской области до западноукраинских националистов, до бойцов, повторю ещё раз, фашистских батальонов Азов, Айдар, которые действуют на Новороссии, и Савченко, которую то ли обменивают, то ли нет, но не стоит она того, чтобы об этом сегодня говорить с моей личной точки зрения, что называется, не тех размахов крыла псиса, если, конечно, вообще птица, так, гриф помойный. Вот они все как раз из этого типажа. Тут приходится в выражениях и действиях Израилю балансировать, потому что слишком много евреев перебили на Украине во Вторую мировую войну, чтобы и менее скотин тысяч ещё не перебитых, рисковать ими, вступая на государственном уровне в реальный диспут с наследниками бандеровцев. Ну, что теперь поделать? Мы себе можем это позволить, тем более там есть просто прямая угроза и русскому языку, и русскоязычному населению, и просто русским этнически, и всей нашей истории, и всему остальному. Израилю приходится лавировать. Массенькая страна. Она, конечно, может Украину разгромить с военной точки зрения. Скорее всего, может, да. И даже может и оккупировать, как в том анекдоте про Соединённые Штаты, только что она с ней будет делать, израильская милитаристская военщина. Ну, нечего. Говорит, пойди её потом, корми и перестроивай. Так что приходится так. На самом деле, очень любопытен сместившийся баланс коллекции в Израиле, укрепилось, достаточно серьёзно. Из 120 депутатов парламента у Нейтани Йогу было 61, то есть на один голос больше, чем половина для принятия тех или других решений, сегодня 67. Он вёл переговоры с левыми. Ну, тут не надо никаких иллюзий. Политика есть политика. Грязное занятие для пожилых мужчин, согласно Черчиллю. И он успешно вёл переговоры с левыми, с лидером партии труда, герцогом Бужи. А потом переговоры сломались. Ну, слишком многого захотели. А переговоры же они всегда одновременно. Ещё раз повторю, это политика. Это не брачные отношения, когда невеста, узнающая, что переговоры о браке ведут одновременно с двумя или тремя претендентами, может дать по морде развернуться и не прийти в ЗАГС. Нет, в политике здесь всегда так. На всякий случай ведёшь переговоры со всеми, а там как получится. Вот здесь, похоже, срослось. Срослось при этом, как всегда. Правый лагерь был против, потому что зачем конкурент. Министр обороны, которому предлагали весомые посты, обиделся и ушёл. Из КНЕС это вовсе не знает, что из политики. И сейчас к нему бегают представители разных партий и говорят, давай-давай скорее к нам. Тем более он хороший министр обороны. Ну, левый. Ну, неплохой. Но слишком было много скандалов, всё-таки не ты, не ягу, как каждый политик борется в первую очередь за свою личную власть. А тут разом скандалы по поводу того, вот пристрелил солдат-террориста. Надо было перестрелить террориста или нельзя было стрелять террориста, если он уже лежит на земле. Ну, в нормальной армии пристрелят не думая. А что с ним ещё делать? В израильской армии, которая, с моей точки зрения, ненормальная, с точки зрения прав человека, норма, наблюдения за солдатами и всего такого, чего наш общий знакомый Максим Леонард Шевченко называет страшной, оккупационной, фашистской, военщиной и много чего. Как, впрочем, и менять, теми же самыми примерно словами. Это же военщина, оккупационная. Нет, я, там, помнится по какой-то из его телебесед, фашист – это было самое мягкое слово, которое по мне прошёлся, Максим Леонардович, отчего я его ещё больше полюбил. Ну, человек такой, он такой, больше палестинец, чем все палестинцы вместе взятый. Причём такой вот за Хамас, за Хамас. А я ничего не могу поделать. Я дружу с Абумазаном. И гражданская война в Палестине для меня – это вещь очень удручающая. Там много моих знакомых погибло. И, опять-таки, я никак не могу смириться с тем, что братья-мусульмане, представители которых являются не только партия справедливости и развития Эрдогана, или террористы, которые на Синае взрывают и стреляют сейчас, но и руководство Хамаса, которое постоянно обстреливает Израиль ракетами, а там сидят наши ветераны, на них эти ракеты сыпятся. Ну, как-то мне это не нравится. Что я могу сделать? В данном случае ситуация вполне любопытная. И поэтому в партии труда сейчас полный раздрай, битва, крики, кто пропустил, кто упустил возможность, кто обрушил то и это. Ну, и без с ними, с партией труда. Как-то у нас с ними никогда не получалось, хотя они как раз были партией социалистической. Но с Советским Союзом не очень было. И во времена, когда Перес их возглавлял, было сильно хуже, чем с абсолютным республиканцем Нитыниягу. Заметьте, абсолютно то же самое, что с Америкой. Демократы, ура, ура, либералы же. Никаких отношений, либо плохие. Республиканцы, ну, гады, знаем. Но нормально договорились, нормально живём работой. Вот, похоже, и с Трампом. Если он победит, будет так. Ну, с республиканцами же всегда легче договариваться. Они чётко говорят, что мы вас не любим. Ну, и не любишь, и не надо. Слушай, я не рубль, не доллар, не леденец. Чего тебе меня любить? А демократы, они врут, что вот она, пожалуйста, перезагрузка. Они в это верят. А, они сами в это верят. Они в это верят, но яду тебе в стакан с чаем подсыплен. Для профилактики. Или хотя бы толчёного стекла, если уж очень тебя любят, для профилактики.